Геометрия В геометрии всегда что-то чему-то равно. Загадка геометрии состоит в том, чтобы найти, что чему равно. Сегодня мы покажем вам сказку, которую вы сможете рассказать своим малышам. И в этой сказке будут некоторые волшебные превращения. Рассказав эту сказку, не выбрасывайте заготовки. Игры с геометрическими фигурами хороши тем, что их можно не планировать. При небольшой фантазии превращение происходит сами по себе. Во время игры фигуры удобно соединять кусочками малярного скотча. Таким образом, вы сможете использовать их много раз. Итак, наша сказка. Жил-был парашек. И однажды в небе барашек увидел звезду. Барашек подумал, какая красивая звезда. Хотел бы я слетать на нее или подлететь поближе. И решил отправиться в путь для того, чтобы приблизиться к своей мечте. Но для того, чтобы идти все время в правильном направлении, барашку нужен был компас. Посмотрел он на компас и понял, что путь ему лежит на юг. Теперь он знал, куда ему идти, даже если бы звезду уже не было видно. На юг. Шел он, шел. Иногда ему на пути попадались пригорки, и он через них перепрыгивал. Скок, скок, скок. Иногда вместе с пригорками попадались холмики. Он перепрыгивал через все. Иногда ему попадались высокие горы. Тогда барашек просто обходил, проходил мимо. И они не были препятствием для барашка. Он шел, шел, шел к своей мечте. Иногда проверял дорогу, куда же он идет. Компас показывал ему направление на юг. Красная стрелка показывала на юг. И он шел. Шел он, шел. И однажды он увидел что-то невероятное. Он увидел ракету, которая отправлялась в полет. Барашек обрадовался. Ура! Ура! Я смогу полететь к звезде! Звезда в это время как раз уже сияла в небе. Барашек был очень рад, очень счастлив тому, что его мечта сбывается. Барашек сел в ракету и начал обратный отсчет. Пять, пять, четыре, три, два, один. Пуск! И ракета полетела в небо далекой, но к той, которая становилась все ближе и ближе к звезде. Вот такую историю можно рассказать малышам, используя геометрические фигуры. До новых встреч! Субтитры создавал Продолжение следует...